Приветствую вас на Wall Street Online. Как всегда по пятницам вечером обзор основных вещественных рынков. Рассмотрим экономический календарь, какие события нас ждут на следующей неделе. С вами мы Шлемах. Начнем. Итак, на этой неделе вы отчитались по процентным ставкам и это была Австралия. И еще я начал наблюдать за Индией. Там достаточно большое население, хоть и не супер богатая страна, но там огромные ресурсы человеческие и очень много производства. Точно так же, как Китай, находится в Индии. Также там есть очень огромный штат IT ресурсов непосредственно человеческих. Также у нас были запасы сырой нефти по США, но на следующей неделе начинается эстафета по отчетам процентных ставок банков и первым заходит на дистанцию Евроцентробанка. Это будет 10 декабря, товарищи, где 15.45, представьте напоминание себе, будет отчет в четверг процентной ставки и потом эту эстафету забирает следующие США, Британия. Это все будет, я уже говорил, как раз на стыке старого и нового контракта декабрьского и мартовского. Соответственно, может быть хорошим катализатором для движения в начале нового мартовского контракта 2021 года. Итак, на понедельник у нас более-менее все спокойно. Будет индекс деловой активности по Канаде. Также вторник, 8 декабря, Япония, ВВП за третий квартал. Тоже немножко подтянули свою ситуацию. По Германии отчет во вторник, 8 декабря в 13.00 индекс экономических настроений Z и W. То есть, очень похоже по своим опережающим факторам, как швейцарский Киев индикатор. Ну и ожидается, что будет в сравнении с предыдущим показателем 39, ожидают 44. Если он будет хотя бы 44, то уже как бы улучшается экономическое настроение в Германии. Ну и, соответственно, одна из наиболее ВВПшных стран по Европе. Италию, если не ошибаюсь, и в последнее время очень там какое-то прям очень наводнение. Не вся Италия, естественно, пострадала, но так попадаются новости, что прям целые города просто стоят в воде. Так, и вообще, как бы последние, вот конец ноября, вулкан, кажется, в Эфиопии проснулся. Потом в Китае тоже какие-то сильно дожди ледяные, там прям снега прилично выпало. В США там тоже неспокойно. Ну, в общем, какие-то такие вот шевелят за планетом и не дает, ну, в общем, скучно никогда не будет. Значит, в среду Канада процентная ставка. Это будет еще один отсчет банка на следующей неделе. И четверг будет насыщенный по отчетам. В среду, кстати, после Канады отчитывается США по запасам сырой нефти. Ну, это уже стабильно. Этот отчет идет и все нефтетрейдеры мониторят эту ситуацию. Ну, помимо этого еще очень много информации по нефтевышкам, оборотам, отгрузке, загрузке. В общем, на каком-то из WorldSuite Online я рассказывал про ресурс, который показывает как флайрадар на карте суда, танкеры нефтяные, сколько на загрузке стоят. Просто пустые ждут в своей очереди, либо уже загруженные идут и можно посмотреть даже конечную точку. Вот. И даже уже есть компании, которые эту информацию обрабатывают и уже итогово, как бы, самые сливки собрав и подытожив, выдают как бы, как ценную информацию для нефтетрейдеров. То есть, когда вы знаете, сколько загрузили в Арабских Эмиратах нефти и сколько танкеров плывет на разгрузку в США, к примеру, вы будете знать примерно, когда они приплывут, если все влага, никаких катаклизмов не будет. Соответственно, спрос-предложения в этом плане тоже можно корректировать. Но это долгосрочно достаточно цели. По четвергу еще Британия читается по ВВП, ну то это за месяц, и объем производства в обрабатывающей промышленности. Ну, так вот, чисто статистические отчеты. Европа. 15.45, очень много отчетов. Ставка по депозитным средствам, заявления по монетарной политике ЕЦБ, процентная ставка и еще пресс-конференция в 16.30. Ну, а США читается в 16.30 по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Этим отчетом уже никого не удивить, и рынки не так сильно на них уже реагируют, хотя раньше было сильная реакция. Так, это были события, которые ждут нас на следующей неделе. Вот. По еще небольшим таким статданным, ну, просто хочу поделиться, обратите внимание, за последний месяц стандартен пурс, индекс 500, а именно обратите внимание на финансовый сектор банки. JP Morgan плюс 17, Bank of America тоже плюс 17. Могли бы уже как-то с фантазией. Ну, этот прям вот 32% Волсфарго. И Сити Групп 29% это за месяц. Ну, Visa, PayPal с хвостом идут. Потом наши IT, ну, не наши, а их не. IT, в общем, гиганты и те, которые там делают процессоры, видеокарты тоже там прилично. Google, Facebook, все в плюсе от коронавируса. В общем, у кого, кому война, кому мать родная, как говорится. Вот. И там такие незначительные, ну, компании по добыче и продаже золота немножко пострадали за последний месяц-два. А так, в целом, потихонечку там у них, видите, все очень даже позитивно, как говорится. Ну, опять же, это инъекция потребительская в экономику, она дает о себе знать. Распродажи, покупки абсолютно ненужных вещей, разного на подарки и так далее. В общем, кто-то хотел себе какие-то технологии, там, не знаю, какие-то суперкрутые гаджеты купить. Как раз это все делается, ну, в Америке уже прям на черную пятницу. Ну, и, в общем, такая ситуация по Standard & Poor's. Начнем мы с нефти, как обычно. И у нас нефтянка сейчас на подходе. Сейчас, секундочку. Вот она. Итак, всеми правдами и неправдами, но потихонечку мы ползем до Полтоса. Еще далековато, но 48 мая уже барьер близко. Так, чем прохладнее становится погода, чем прохладнее за окном, тем важность газа, нефти уже автоматически становится очень-очень востребованным этот ресурс. И непосредственно, обратите внимание, между 44 и 46 есть очень хорошая флэтовая формация. Она у нас, как раз, если точно взять, это 44.75. Возьмем этот коридор. Как достаточно важный уровень для определения, есть байера еще на этих высоких ценах на баррель нефти. Факт в том, что VWP находится достаточно далеко, на 41-й. И расширение буквально там за 2-3 дня произошло. То есть, вот 42-й, стартанули на 45-й. Здесь, вот один из важных факторов, что объем шел, в принципе, более-менее неплохой на этой неделе. И удерживали, вот три дня сражались, байеры целеры. В целом, как бы, итогово, в принципе, тут по суммарному дельта не соответствует на покупку. Но там, как раз, мы знаем с вами, что крупная рыбка может и лимитками заходить аккуратненько. Собирать толпу, которая шерстит. Вот они их, в принципе, подсобрали. Поэтому байеры есть. Единственный сценарий, который может испортить тенденцию на рост, которая сформировалась, ну, относительно вот этой локации. То есть, пока цена удерживается выше 45.5, 44.75, есть вполне большие шансы на продолжение динамики на север. Сценарий, при котором может все отмениться на счет покупок, это понедельник, там, вторник, уходят быстро под 44.75. То есть, грубо говоря, мы фиксируем прощальный такой маневр сброс топорей перед шортами. И, причем, это происходит на объемчике и с хорошим таким волатильным почерком. Вот, то есть, может даже за один день пройти в такой коридор. И, соответственно, как только ныряем по 3 четверки, сценарий на покупку немножко ставим на паузу. Единственное, вот когда они доберутся до вот этого прям целого пласта поддержки, я бы отметил 41.5. Тактически, вот если все-таки они откорректируются после такого роста с 38 на 40, ну, с целью на 48, то должны, по идее, бороться за этот уровень. Вот 41.5, 42, даже вот до 42.5 можно взять. Здесь, так, 42.5 под вопросом, но вот плотенько вот этот диапазон должны попробовать защитить. То есть, могут вполне себе сбросить до этого уровня. Здесь как раз среднеизвешенно идет, и это, ну, как раз оно все сходится. Чисто тактически. Вот, если же вы намерены шортить, ну, как бы сейчас самый сезон нефти и газа, поэтому стоимость барреля, она, в принципе, объяснимая. Спросив идет рост. Давайте сейчас мы зафиксируем вот этот рост. Ой, так. Вот, видите, полтора миллиона и 1200 из полтора миллиона. То есть, пустая абсолютно дельта, ничья. И теперь смотрим на вот этот участок, там, где у них флаг был. Тоже будет дельта отрицательная. Это 12 тысяч по сравнению с этими полтора миллионами на рост. Здесь 12 тысяч дельта на шорт. По открытому интересу давайте посмотрим обстановку. Открытый интерес у нас идет на снижение. Здесь, судя по всему, уже под завершение идет контракт. И по дельте давайте посмотрим. 3-5 тонн. Это было 30-го числа. Потом 2 дня, полторы и две на покупку. И вот этот день, который был у нас на бай, видите, давайте уберу вот этот кастомайзер. Кастомайзер 3-го числа он был на рост, но дельта была отрицательна. То есть, нестыковочка, правда? Соответственно, будьте осторожны. Будьте внимательны. Росли так. Выросли неплохо. И вполне могут сейчас наказать и какую-то коррекцию создать. Поэтому будьте осторожны. Если вы только будете искать точку входа, ну, здесь очень аккуратно себя перестрахуйтесь. Если у вас стоит покупка, то, в принципе, вот уровень, который еще можно до 42,5 потерпеть. То есть, вот там уже будете смотреть, насколько будут удерживать байеры свои позиции. Это была нефть. И двигаемся дальше. Так. После нефти мы рассмотрим евро. Вот такая у нас ситуация по евро на данный момент. Сейчас давайте начнем с ликвидности. Вы, я думаю, сами заметили, что за весь контракт, если взять даже вот прям от старта и до текущего дня замеров по ликвидности, то эта неделя, наверное, была самая насыщенная по ликвидности. То есть, у нас были недели там, где один день был, 240 тонн. Было 230, 216, 228. Но чтобы 4 дня из 5 выше 2 сотки стояли, это причем при пробитии 1,19 и пошли на север. Соответственно, по вот этим 4 дням уровни нужно учитывать. И сейчас посмотрим, сбросили позиции в пятницу. Сильно, не сильно. Так. И по открытому интересу у нас тут прям совсем какой-то... Да, немножко сбросили на верхушке. Но начали неделю 629. В прошлой неделе тоже 629 закрылись. И, ну, так не... Сбросили все-таки. Чуть-чуть сбросили. Последние 2 дням пошел сброс. И тут с 629 у нас упали до 618. Давайте посмотрим по дельте. И по дельте как раз там, где сбросы были. У нас вот 3,5 и почему-то тоже 3,8. Крайне так похожая ситуация. И вот пятница у нас. Тут по фильтрам даже видно. Вся пятница на фиксациях. Но она стоит на максимуме недели. И прям такое ощущение, что и падать не хочет. По дельте коридор 21,65 и 21,45. Ну, по сути, это ядро пятницы плюс четвергом. Это второй уровень недели. Давайте сейчас мы за... Кастомно зафиксируем. Зафиксируем. Пильончик и 6,5 у нас на шорт. И вот ядро недели как раз четверг плюс пятница. А по дельте 6,5 итогового. Вот такая вот картинка. Поэтому... Давайте даже дельта срез покажу. И веет все ядро недели на шорта. Поэтому будьте осторожны. Могут откорректироваться. Посмотрим. В целом по поддержке это 203 до 199. Непосредственно понедельник плюс вторник. Даже вторник плюс среда еще можно захватить. И... Ну, вот из самых таких плотных уровней. Немножко еще отличились вот здесь. 20,55 и 20,85. Но я бы больше рассчитывал по тактике. Вот 199,203. Там целенаправленно... Ну, организованная покупка была. И вполне могут еще раз тут отстоять уровень на еврике. Растем неплохо. И, соответственно... Тренд есть. До конца контракта... В принципе, все квартальные контракты, которые заканчиваются в декабре, здесь осталось буквально в следующей неделе. И на вот этой неделе уже будут... Ну, S&P уже начнет переходить на новый контракт. Как раз вот 16, 17, 18 число будут процентные ставки по 3 банкам. Или 4 банка сразу там в течение 3 дней. Соответственно, это как бы отличный повод на новом контракте. Вот попробовать перед иным годом взять позицию, хотя бы на недельку, хотя бы на пару дней. Вот как раз катализатор будет отличный. Ну, опять же, насколько легко дадут или вообще могут не дать там вход. Либо затянут всех в позиции, а потом сбросят на следующий понедельник сразу же. Это рынок. Вот такая сеточка у нас. Ну, без особых каких-то... Здесь был рост и, в принципе, тут пока вот такие уровни. Коррекция. Ну, 2 недели растут. И, ну, как бы, напрашивается прям корректоз. Поэтому тоже аккуратно. Золото. На золоте прям вообще песня. Смотрите. По ликвидности у нас идет 200 тонн. 2190 и немножко мы падаем. То есть, рост идет на снижение ликвидности, но, как бы, терпимо. Бывало и похуже. Вот эти все уровни сейчас как стартовые, то есть, для этого контракта. И по открытому интересу набирали оборот еще на той неделе. Вот, приток позиций. И пик получился 2-го числа 400к. Здесь мы видим с вами, что сброса особого не было. То есть, тут маленькая просадка. Ну, даже не учитывается такой... Ну, просели на тысячу всего лишь. Тут на тысячу. То есть, это не сильно просели. 4 дня отличного по динамике и по ликвидности роста. И по дельте у нас катализатором был 5000 контрактов. Дисбаланс 30-го. Чуть поменьше, естественно. Сложнее толкать, потому что селлеров появляется все больше. И вот мы немножко затихли. И пятницу, соответственно, мы видим дельту на шорт. И это в порядке вещей. Вы бы тоже после 4-х дневного роста сбросили позиции в пятницу перед выходными. Накануне новогодних праздников. Итак, по поддержкам 17-90, 17-75. А вот, если брать более точнее, 17-84. По 18-90 наиболее плотная. Вот по итогу с прошлой недели. Вот этот массив мыслив объединить. Но я 75 бы тоже учитывал коридор. Потом у нас здесь идет слева у нас отображение объема в кластерах. Вот здесь слева. По 10-11-16 тысяч весит этот коридор, который я отметил 75-84. Вот. А справа идет дельта. То есть, относительно этого объема. Ну, тут, как бы, вы видите, побеждает штука. 800. Покупки. Дисбаланс. Неплохо. Потом пошел прострел. То есть, судя по всему, продавцы не осознавали содеянного и просто даже не сопротивлялись. В итоге все равно на вторник, на максимуме вторника у нас идет штука дисбаланс после роста до двухдневного. И этот уровень, видите, удержали байеры. Поэтому вполне могут его еще раз удержать. Видимо, можно даже до 18-22 спокойно этот коридор расширить. Я имею в виду вот эту связку. Сейчас мы. И вот эту тоже. Два хороших уровня поддержки. Так. Двигаемся дальше. И у нас получается тоже четверг на максимуме. Смотрите, как по дисбалансам. Здесь двадцатка есть. 17 тонн ликвидности. Ну, прилично, как бы. Уровень поддержки тоже такой второстепенный, но пригодится. На всякий случай 18-34-32 тоже нужно учитывать. Исходя из того, как неплохо вот четверг-пятница этот уровень не пустили байеры. И факт в том, что на самом верху после такого роста недельного, четверг и пятница просто пакуют 44-48. С учетом того, что открытый интерес не просел. Дельта практически без пяти дней четыре чистое на покупку. Что может быть? Сейчас цена болтается как раз в районе 36-35. 42-40. Это массив, который вот сброса позиций. В четверг тоже здесь был массив. На всякий случай, если нырнет все-таки ценник за драгметалл ниже 41-35, то есть уходит понедельник ниже и пробивает вот этот 32-34 локейшн на поддержку. То есть это говорит о том, что пока корректируется, если вы еще не в покупке или же ищете точку входа, то вот защита и подтверждение активности байеров на этом диапазоне 18-22-18-13 будет как в самый раз. Это была информация по золоту на новом контракте. Двигаемся дальше. Так, у нас еще остались BTC и S&P. Давайте мы сразу S&P возьмем. В общем, я думал уже все. На прошлом неделе они завершили бы вот этот рост перед новогодними праздниками, Рождеством и Черной Пятницей. Но, как видите, с горем пополам потихонечку, но ползут до 37-00. Открыт интерес на этой неделе. Было пиковое значение 2,5 и 16 тонн. Просели и пока вот стоят в ожидании. Ну, собственно, и такая же волатильность никудышняя. То есть, в принципе, идут прям за счет низких процентных ставок, наверное, и огромного количества смягчения, спасения в экономике США. Трамп, вроде бы, я думал, будет сражаться до последнего. Сдал, в принципе, пост без особо больших баталий и скандалов. Могли, в принципе, раздуть еще сильнее. Ну, видимо, просто его сменил тот же человек, который нужен целом системе федеральной. По дельте, как вы видите, без остановки идет с 19-го числа. Если вот не учесть вот эту маленькую неприятность 29-го числа, дельта идет постоянно на бай. Соответственно, периодически они любят один день сбросы делать, и потом снова идут скрипя зубами. Роста, как такового, здесь, как для спекуляции, немного, и сделок там таких прям хороших не дают. Очень такая мясорубка идет три дня. Визуально как бы мы растем, почему не зарабатывают трейдеры. Но с точки зрения по технике безопасности, в стратегии, здесь прям мясорубка, которую лучше обходить стороной. Ну, в таких сессиях прям заработать можно очень сильно понервничать. То есть, не ударные сессии, а непосредственно такие, манипулятивные по большей степени. То есть, они волатильно оттолскают котировку и заманивают и тех, и других, и выкидывают и тех, и других. Там никто особо не заработает. Среднеизвешенная очень-очень далеко. Тут как бы буквально последний день пошел рост. Соответственно, тут давайте возьмем поближе, посмотрим сессии. Тоже объемы дельта сразу тут ображается. Это я иногда на email пишут вопросы, почему только кластер профайл включаю на Wall Street Online. Не потому, что остальные модули не использую. Нет, на самом деле. Просто, если бы я еще задействовал еще модули, которые у нас есть, еще информацию, то иногда и так Wall Street Online на час-полтора затягивается, то это был бы вообще на 2-3 часа обзор. Соответственно, здесь как бы максимально концентрированная информация, все, что одновременно можно отобразить. Просто я здесь демонстрирую, что можно еще такую комбинацию данных. То есть, слева у нас профиль по объему, а справа сразу же дисбаланс по этому объему. То есть, я обычно смотрю Sell Buy режим. То есть, слева ликвидность агрессоров на Short, справа на Buy. И автоматически просто суммирую. Там ликвидность определяется очень быстро. Ну и когда вы это делаете постоянно, это уже как и рефлекторно происходит. По саппорту на проверочку 36,62 я бы даже взял до 70. Ну, может, даже 69, если так в идеале. Ну, за счет вот этих дельта массивов, их хорошо видно здесь. 36,56, 36,57. Вот тут уровень четверг удержали. Ну и ценник сейчас на потолке недели, на потолке контракта. И в 7,800 насобирали по ликвидности. Обороты немножко просели в пятницу. Это в порядке вещей. Вполне предсказуемая последняя тенденция двух-трех контрактов. В пятницу по объему не самая топовая. То есть, это подчеркивает то, что в понедельник-вторник грузит позиции. И там до конца недели как-то вытягивают прибыль. Еще вот по плотности в покупок 36,25. Давайте для вас отмечу. И вместе с 36,41 вот этот коридор больше чем 20 долларов. Достойно внимания. Здесь прям очень подозрительно. Плотненько формируют за 4-5 дней. Прям весь коридор. Хорошенько набросали байеры. Как работают байеры вот здесь? Прям очень удивляюсь. И дельта на покупку. Даже открытие-закрытие дня на шорт. Дельта на покупку. А так в целом open close. Из 5 дней 4 на бай. И дельта все 5 дней на бай. Даже учитывая тот факт, что обороты миллион, миллион. То есть, ну, для S&P это не так много. Слабенькие. Так что уровень поддержки я отметил. По сбросам позиций, если брать сопротивление, здесь, ну, вот верхушка и все. То есть, вот этот уровень сопротивления, который мог бы быть, его уже пробили. Ну, сценарий на шорт. Если действительно понедельник, вторник резко возвращаются обратно на сильной дельте продажу. С объемом уже не миллион за сессию, а больше. Ну, во вторник можно пощупать, попробовать, если уйдут ниже 36.60. Вот именно вот этого уровня. Здесь, по сути, ядро недели. Вот. Тогда можно пощупать, попробовать поспекулировать на шорт. А так в целом пока... Тут, как бы, вся сложность. Чисто психологически тяжело покупать на максимуме контракта. Особенно, если уже завершение контракта на носу. Но, я вас предупреждал, что потребительская инъекция работает стабильно уже кучу лет. И она, как бы, идет. Тут, вот в этом контракте давали очень тяжело эти покупки. То есть, зайти практически халявных покупок не было. То есть, они вот стоят три дня в коридоре, потом какой-то волатильный один-два дня, и потом снова зависают в коридоре. Вот именно, если попали перед волатильными днями в тренд, супер. Потому что в мясорубке там очень тяжело вытащить, конечно. Идем дальше. Это был S&P, BTC, по просьбам зрителей. Так, это у нас BTC, да. Значит, двадцатка. Двадцатка. Прошлый, кажется, обзор подписали Wall Street Online Bitcoin 18+. Причем, как бы, имелось в виду, что 18 тонн и выше, скорее всего, будет. И некоторые написали, ну, там ничего вроде такого нет, откровенного. То есть, только для взрослых зрителей. То есть, на самом деле, никто и не подумал, что это может еще другое значение иметь. Так, тоже стоят в коридоре, не будут стягивать. Соответственно, пока сильных резких рывков продаж нет. Ликвидность была 30 и 1, 13 наоборот. По открытому интересу открывали позиции до 8,7 и, ну, вот, немножко сбросили. Да, ну, совсем, в таком мясорубке попробуй не сбросить. Вот, то есть, тут, как бы, некритичное падение, на самом деле. Давайте я вам покажу относительно. Вот так вот это все дело. Сейчас. Вот видите, 8,700 вышли на пик и просто стоят в коридоре. То есть, соответственно, здесь постепенно фиксируется. Ближе к пятнице это в порядке вещей. Факт в том, что здесь по дельте у нас идет вот такая картинка. Значит, ликвидность 11 тонн. Дельта 138, 164, 116. То есть, это очень 100, 150 распространенная дельта по итогу дня. Есть 235, зашкаливает. И из 5 дней, 3 на покупку по итогу. Давайте вот так сделаем. И пятница, само собой, здесь, как бы, не придерешься. У них фиксация в любом случае. А вот эта сессия, обратите внимание, в этом чистой воды манипуляция. Волатильность и так неплохая. Тут они сходили выше и вот расширили коридор максимума и минимума. Выбросили всех. А потом зависли, как ни в чем не бывало, как будто уже волатильности и нет. То есть, прям вот можно в архив музей, как бы, расторговки недель брать такой шаблон. Прям вот такой вот двухдневной волатильности. А потом просто зависли. И все нормально вроде как. На чем ажиотаж, вот чем непонятно. Ну, все, висят. Ну и, соответственно, вот эти границы, которые они прощупывали, берите в качестве поддержки. Если там есть объемы, сейчас мы посмотрим. Ну, как бы, прям там супер-супер нет. Ну, вот нижняя граница 42, там 18, 90, 720. Проторговочка плотненькая. И по шортам это 18, 80, 28, 20, 20, 80. Тоже здесь набросали немножко шортов. Ну, в целом там 72, 19, 960. Итог вот 72 дельта. И 81 получается 41. 60, sorry, 19, 80, 60. Там 60, 80 контрактов дисбаланс. А по покупкам у нас, ну, начиная от единицы трехвосьмерок коридор 18, 920. Да, вот возьмем этот диапазон. И до 18, 800 тут у нас концентрация поддержки. Поэтому как ключевой уровень пригодится. Формируется постепенно ключевой диапазон и по объемам 19, 80, 19, 300. Постепенно может даже перейти в класс ядра контракта. Вот. Так вот. Соответственно, коридор пинг-понга определен. Причем достаточно точно. Кто вытолкнет цену за коридор плиту сопротивления, плиту поддержки. Ну, как раз вот при тестировании этих плит надо быть у станка и не пропустить хорошие подтверждающие сигнальчики на вход. Вот. СНП и напоследок рубль. На рубли отличная картина абсолютно. Я думаю, кто следит за обзорами и учитывает обзор по рублю. Ну, вот 27 числа как пошли сильные перекосы и по объему, и по дельте. Вот мы акцентировали внимание. Ну, я как бы показал, что что-то не так. И вот такой прям маневр манипулятивный обратно буквально за 3-4 дня. Видите, прям сразу вернули обратно. Реверсивная модель достаточно четкая и отслаженная. Сейчас вот идут раз, два, три, четыре, пять дней так. Более-менее шортов идет. И тут, правда, объемы просели чуть-чуть до 2-600. Но ранее это было в порядке вещей. То есть такая ликвидность. Буквально в октябре, этом сентябре. А потом средняя подскочила немножко, удерживалась. Так что это не опасно, то есть для шортов. Но вот плотность шортов, диапазоны, посмотрите, 75-450-76. Просто плотничок. Очень серьезный уровень. Плотничок прям загляденье. 76,5 тоже тут до 76-150. Можно смело этот весь диапазон брать. Тут хотя бы по 70-50, но все равно. Обратите внимание, где непосредственно набрали вот эти вот знающие будущие рубля. Вот понаблюдайте на прошлой неделе. Не на этой, а на прошлой неделе. Вот здесь нашортить вот такую прям целую глыбу плиту в 76-75,5 на самых лоях за контракт может только тот, кто знает очень-очень хорошо, что будет с движением рубля. То есть укрепляется или же наоборот. Ну вот здесь набрать за 4-5 дней столько вот шортов прям. Тоже попрощались, выбросили всех лишних и рванули вниз. Отлично. По дельте. Смотрим по дельте. Дельта была 402 тонны. 383 был у нас рекордик. Это было 16 числа на этом контракте. И постепенно, естественно, угасает. Тут байеров все больше появляется. И в любом случае все дни все равно на дельте на шорт остались. По открытому интересу приток позиций. А это означает, что здесь открыли шорты еще. И, соответственно, динамика может еще не успокоиться. Может еще и толкнуть ниже. Соответственно, можно брать в целом все ликвидные участки, кроме среды, дельтой на шорт. В качестве уровня сопротивления. А именно, я отмечу. Ну вот, тут объединяем вот эти массивы все на продажу. Как-то не камильфо. Уровни на сопротивление отмечать зеленым цветом. Это с прошлой недели. В этот пласт можно объединить. Также здесь набрали их. То есть, это все попадает в этот диапазон сопротивления и в этот. Мы уже отметили. А те, которые уже ниже пошли. Это объединяем вот этот уровень второстепенный. И это уже фиксация, скорее всего. Но все равно дельта, видите, идет на шорт. Это был рубль, но не весь рубль. Сейчас мы посмотрим еще томик с поставкой завтра. Итак, здесь прям... Вот это было на этом контракте. По дельте прям столько шортить. Это крайне редкий случай был. И непосредственно тут вся неделя тоже на шортах. А это... Ну вот, такая неделя была, чтобы для сравнения, чтобы вы на истории этого же контракта увидели, что сильно расслабляться не стоит. Вот была неделя тоже на шорт. Тоже по волатильности немного похожая. И потом они всех выбрасывали целую неделю потом. Вот это вот можно нарваться на вот такую неприятность. Они тоже понимают, они тоже смотрят обзоры Wall Street Online. Я рассказываю, что шорты набрали, а они на следующую неделю всех выкидывают. Поэтому будьте бдительны и не размещайте все яйца в одну корзину. Диверсифицируйтесь. Здесь уже прям сорвали всех собак. Спустили, все, ушли. После сброса, конечно, это вполне нормально. Поэтому вот здесь сильно не расслабляйтесь. Могут вот такую вот бяку подбросить. Плюс на следующей неделе два банка по процентным ставкам. И через неделю еще четыре банка по процентным ставкам. То есть на рубле вот две недели, вот эти которые будут, могут очень веселыми быть в плане волатильности, амплитудного движения. И тенденции. Поэтому если вы торгуете рублем, ну вот фичом на рубль, то следующие две недели вполне могут быть как продуктивные, так и очень плачевными. Поэтому будьте осторожны и внимательны. С вами был Миш Лемок. Всего наилучшего. Прибыли. С наступающими праздниками. Все будет хорошо. До свидания. Пока. Аминь. Продолжение следует...